Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Основные направления швея, программист, дизайна, оператор, ПВМ и многие другие. Для Карачаева-Черкесии новые высококвалифицированные специалисты – это всегда еще один виток развития республики, а значит и всей страны в целом. Именно поэтому открытие такого рода центра обучения – знаковое событие для всех жителей региона, отметил глава республики. В Черкесске прошли масштабные всероссийские командно-штабные учения, посвященные 92-й годовщине образования гражданской обороны России. Пострадавшим в ходе условного теракта оказали экстренную помощь бригады Центра медицины и катастрофы команды нештатных формирований. С полей учений репортаж Фатимы Дауровой. Тема сегодняшних учений – отработка действий различных структур в случае чрезвычайной ситуации. Свой профессионализм должны были продемонстрировать представители службы медицинных катастроф, сотрудники подразделений регионального управления МЧС России. Главная цель заключалась в организации лечебно-эвакуационных мероприятий при ликвидации медико-санитарных последствий условного чрезвычайного происшествия. Этап организован на оказание медицинской помощи пострадавшим. Условно вводное будет наличие пострадавших при взрывах и обрушениях зданий и конструкций. Учения будут проводиться среди нештатных медицинских формирований, которые обеспечивают мероприятия гражданской обороны и участвуют в чрезвычайных ситуациях. В ходе тестового контроля у сотрудников оценивали теоретические и практические знания в ситуационной задаче, отмечали оперативность и алгоритм действий при медицинской сортировке раненых. Бригады соревновались в скорости оказания первой помощи пострадавшим и реанимационных мероприятиях. Такие учения позволяют подготовиться к критическим ситуациям и повысить эффективность действий всех причастных для устранения последствий, считают специалисты, которые сегодня выступили в качестве экспертов. Те бригады, которые уже поучаствовали, в общем, удовлетворительно, всё. Есть, конечно, нюансы некоторые, но в общем, я могу сказать, что молодцы. И быстро, и грамотно, и чётко всё делают. Наша задача – как можно больше спасти жизни, потому что бывают ситуации, когда никто, кроме нас, помочь не сможет. Именно поэтому мы постоянно тренируемся оказывать помощь, делятся участники соревнований. Мы первый раз участвуем в подобном мероприятии. Конечно, это волнительно, поскольку первый раз. Но, конечно, мы были настроены, были подготовлены. Считаю, что мы хорошо справились, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и эвакуировали его с места ЧС. Мы, конечно, всё это проходим в институтах, но всё это в голове не держится, потому что это не наша специфика. А благодаря таким учениям, конечно, мы всё это вспоминаем и даже где-то дорабатываем, где-то даже, наверное, новое узнаём для себя. Ну, конечно, элемент волнения был. Мы, может быть, если камеры и присутствие наблюдателей, конечно, они тоже сыграли своё влияние на наше выступление, но мы старались изо всех сил. Проведение данного мероприятия позволило проверить возможности, имеющиеся в регионе, для оказания медицинской помощи пострадавшим в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации. По итогам соревнований профессиональные действия экстренных медицинских служб были оценены высоко. Медики у Джигутинской ЦРБ были признаны лучшими. Следом идут коллеги из Урубского района. Ну а замыкает тройку лидеров врачи Хабецкой центральной больницы. Фатима Дорова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Дорога в школу должна быть безопасной. Представители мэрии Черкесской регионального народного фронта МВД периодически проверяют территории, через которые проходят юные горожане. Большое внимание уделяется так называемым заброшкам. Ранее проверочные мероприятия были проведены по 25 объектам. На некоторых побывал корреспондент Артур Мкце. Разные заброшки, разные судьбы. Например, это бывший противотуберкулезный диспансер, который много лет не работает. Однако, как видим, портит облик Черкеска. И здесь постоянно кто-то находится. Здание бывшего медучреждения находится в паре сотен метров от 5-й гимназии Черкеска. Лишь с начала этого года школьники ездят на окраину города. А до того некоторые частенько наведывали в заброшку. Совместные с общественниками рейды нередко выливались в выдворение временных обитателей разного возраста. Не случайно именно теме безопасности дороги в школу посвящен один из проектов Народного фронта. А проверки подобных строений периодически проводят представители мэрии и стражи порядка. К сожалению, в региональной столице таких зданий пока немало. Одно расположено между несколькими жилыми многоэтажками по улице космонавтов. А это ваше жилье, не подскажете? Общаковое. Общаковое? Время. А вы здесь сколько времени находитесь? Да, когда захочем. А сколько захотите, да? Ага. А если хозяин придет? А хозяина тут уже сколько нету? А сколько нет времени хозяина? А черт его знает. Ну летом. Считали. Ну день, два. Какие день, два? Его вообще тут и не бывает. Общение с маргиналами прошло вполне спокойно. Однако далеко не всегда подвыпившие постояльцы ведут себя дружелюбно. Как рассказывают жители окрестных домов, сюда в темное время суток лучше не заходить. Были разные случаи и, к сожалению, даже говорят, что находили труп человека. Поэтому это действительно опасные места, в них собираются лица безопределенного занятия. И они всегда, мы помним, наше детство привлекают и подростков, детей. Общественники обратились в мэрию Черкесска и выяснили, что собственником недостроя является Федеральная служба исполнения наказания. Представители регионального ведомства обещают выделить средства на приведение объекта в порядок. Однако пока ничего не меняется, а здание и его обитатели продолжают пугать население. Упасть можно, осколки, мусор лежит. Но стоит ли оставлять такое? Я думаю, нет. Либо довести до ума, то, что начали закончить, либо убирать и площадку можно детскую поставить. Этот микрорайон вообще оказался богат на заброшке. Рядом с 52-м домом мусорные залежи скрывают основание какого-то строения. На площади Петрусевича прохожим угрожает облицовка еще одного здания. Пока он заморожен, никаким образом не достраивается. Мы видим, что никакие работы не производятся, а те, которые были произведены, уже начали разрушаться. И это одна из проблем, то, что разрушение данного здания может для прохожих иметь какую-то опасность. Какие-то из заброшек продолжают портить облик региональной столицы. По другим, проведенная городскими властями, полицейскими и общественниками работа уже дает положительные результаты. Как, к примеру, в случае с начальной школой 17-й гимназии, которая, разваливаясь на глазах, продолжала привлекать к себе внимание большого числа учащихся. И не только их. Ранее в мэрии города Черкеска были проведены проверочные мероприятия в отношении 25 объектов, которые являлись объектами неоконченным строительством. Были выданы предписания на устранение выявленных нарушений, если таковые были и имелись. И непосредственно далее мы проводим работу, передаем в юридический отдел для предъявления исковых требований, если данные требования были не выполнены. Хорошо, если собственник, как в случае с домом по Лободина, заблокирует все возможные входы решетками. Эстетики это вряд ли добавит, но хотя бы убережет от самовольного проникновения. И все же важно, чтобы таких объектов в Черкесске вовсе не было. Для безопасности горожан должно быть сделано все необходимое. Артур Мухцы, Михаил Каракелян, Вести, Карачао, Черкесия. От низа брошки ждут в своей очереди для реконструкции, а вот в поселке Мичуринский при Кубанского района ветхое здание Дома культуры скоро преобразится. Его построили в 80-е годы прошлого века и с тех пор не ремонтировали. Реконструкция проводится в рамках федеральной программы «Культурная среда». Когда обновленный ДК откроет двери для жителей поселка и какие надежды они возлагают на планируемые нововведения, выясняла Мадина Каракетова. Население поселка Мичуринский не такое уже большое, чуть более тысячи жителей. Но здесь очень много талантливой молодежи. Несколько лет назад здесь функционировал свой танцевальный ансамбль. Но он был вынужден распаться из-за отсутствия элементарных условий для репетиции. А еще здесь очень много перспективных спортсменов и тех, кто мечтает заниматься спортом. Пятилетний житель поселка Мичуринский Амин Бигбуатов периодически проходит рядом с поселковым Домом культуры, наблюдая за ходом масштабных ремонтных работ, которые здесь развернули строители. Совсем недавно это здание напоминало заброшку. Сейчас его не узнать. Каждый день вот уже с конца мая здесь стучат, рушат, занаво строят, шпаклюют. Даже маленький Амин знает, что здесь совсем скоро, помимо красивого Дома культуры, будет самый настоящий спортивный зал. Несмотря на то, что я маленький, я хочу заниматься спортом. В Доме культуры будет спортзал, там нет матов. И я надеюсь, что их купят, и я смогу пойти на борту. Ремонтная бригада трудится не считая с личным временем. Впереди цель – сдать объект в самые короткие сроки. Львиная доля работ, процентов 80-85, уже завершена, рассказывает начальник участка Ахмат Чучаев. Потолки были просто отшпаклеванные и покрашенные, которые уже разваливались. Мы полностью старую штукатурку сняли и подвесные потолки сделали, вы можете наблюдать. Это по всему периметру. Стены мы отделали гипсокартоном, там, где санузел вагостойким гипсокартоном. Там шпаклевка и дальше уже будет покраска в два слоя. Полностью заменены водопроводная система и электропроводка. В актовом зале установили небольшую сцену. В старом ДК ее даже не было. Обеспечили звукоизоляцию помещения, утеплили наружные стены. Полу тут были бетонные и сверху были уложены старые деревянные доски. Все это демонтировалось, потому что они были неприконны для использования. Нами заливалось полностью бетонные полы, стяжка 10 сантиметров и отделка керамогранитом. Остались внутренние и внешние отделочные работы. Их завершение, по словам рабочих, вопрос пары недель. Строители рассказывают, что в работе они используют самые современные и качественные материалы. Так что здание Дома культуры прослужит жителям поселка не один десяток лет. В этом же здании будет тот самый долгожданный спортивный зал. Планируется, что в нем будут заниматься борцы, но не исключается возможность организации и других спортивных секций, исходя из предпочтений поселковой молодежи. В планах администрации поселка и детская площадка, и уличная спортивная площадка, и еще кое-что. Но это все потом. Капитальный ремонт Дома культуры в Мичуринском проводят в рамках федерального проекта «Культурная среда». На сегодняшний день проводится достаточно большая работа уже на стадии завершения. И планируется к концу октября уже сдать объект. У молодых жителей поселка Мичуринский колоссальные планы на дальнейшее развитие культуры и творческой деятельности. Также сохранение обычаев и традиций народов нашей необъятной страны. А, конечно же, такая поддержка уже служит стимулом для развития патриотического духа у молодежи. Старожил поселка Мурат Урусов, наблюдая за преобразованиями, происходящими в Мичуринском, из года в год выражает надежду, что они вдохнут новую жизнь в его родное поселение, и молодежи не будут скучны сельские будни. «Если все будут эти культурно-массовые мероприятия у нас проводиться, все нормализуется у нас тоже. А где-то рабочие места? Будут и рабочие места, и садики для детей, там, где молодежь, там и дети. Все есть у нас, в общем-то, все удобство в этом поселке есть. Только насчет работы. Насчет работы у нас туго». Дома культуры и спортивные площадки, как, впрочем, и фапы, и детские сады, строятся практически во всех селах и аулах Карачаева-Черкесии. За последние 10 лет в республике построено и реконструировано около 700 социальных объектов. Цель – сделать жизнь более качественной, интересной, насыщенной, создать удобство и рабочие места даже в самых отдаленных горных аулах, дать возможность молодым людям самореализоваться здесь, дома. Мадина Каракетова, Лебастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321-Б. Телефон 8 929 860 8036. В Черкесске без существенных осадков. 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 9-11, а днем 21-23 градусов тепла. Продолжаем наш выпуск. Уже завтра в Черкесске состоится региональный фестиваль «Мода-фест». Местные дизайнеры и модельеры представят свои работы широкой аудитории, кто выступил организатором фестиваля «Мода» и какую значимость он несет для республики. Ответы на эти и другие вопросы узнавала Альбина Ламкова. Лыла Тимова впервые участвует в фестивале «Мод». Ей интересно и, возможно, в будущем опыт участия в показе вдохновит юную модель на выбор профессий в сфере моды и искусства. Если честно, я, можно сказать, вообще не волнуюсь, но да, это мой первый показ, да. Мне очень нравятся эти платья, допустим, вот, народные, вот, мне очень нравятся. Хотела бы... Сфера волнения и ожидания. Дизайнеры, модельеры, стилисты и визажисты подбирают образы. Они вскоре будут представлены на подиуме. Участники фестиваля, несмотря на напряженную работу, излучают радость и энергию. Все понимают, что от сегодняшней репетиции зависит успех фестиваля «Мода-фест». Участвуют в нем более ста человека. Организатор мероприятия – фэшн-агентство «Леди-групп» при содействии Министерства культуры Карачаева-Черкесии в партнерстве Международного союза дизайнеров и Творческого союза художников России. Идея создания, вообще создание такого фестиваля пришла довольно давно, но просто не было на тот момент благоприятных условий для его реализации. И вот сейчас, в наше время, наконец-таки, такие условия возникли. Нужно сказать, союз «Леди-групп» – это, скажем так, женский союз женщин, девушек, которые активно в этом участвуют, и каждая вносит свой вклад. Фестиваль моды создан для популяризации творчества авторов в области моделирования и дизайна одежды, как этнической, так и современной. Режиссером-постановщиком фестиваля «Мода-фест» выступила руководитель модельного агентства из Невиномыска Ольга Ховшапова. «Моему агентству уже 20 лет, то есть я совсем юная организовала студию, и потом она переросла в целое большое агентство, в большую семью, в которой 100 детей, 100 взрослых моделей, даже есть мамочки модели». Показ не просто мероприятие, а настоящий праздник моды и креативности. За красотой стоит колоссальный труд. «На самом деле подготовка бывает и месячная, и два месяца, и три, то есть организуется, готовится, и только вот на генеральной репетиции мы видим всю сложность постановок, то есть это не только дефиле, это дизайнеры работают, это стилисты работают, да, то есть это главный организатор, который это все организовал, вот, то есть более, я так знаю, что более 270 будет показов, то есть мы увидим шикарнейшие наряды». Важно отметить, что участие самых маленьких моделей в таких мероприятиях является особенно значимым. Это позволяет и детям проявить свою индивидуальность, развить уверенность в себе и научиться работать в команде. «Хочется видеть на наших площадках детских дизайнеров, не только бальных нарядов, там, да, новогодних, но и современной одежды. И хочется видеть всех дизайнеров в нашем проекте, потому что он создан именно для них и ради них». «Сегодняшняя репетиция – это лишь начало большого пути. Все с нетерпением ждут день показа, когда все эти усилия будут представлены на подиуме, и каждый зритель сможет оценить красоту и мастерство наших талантливых участников». Альбина Ламкова, Миха Каракелян, Вести, Корчаево, Черкесия. И последнее. Курорт Архыз на форуме туристических территорий удостоен награды как лучший горнолыжный комплекс СКФО. Большая гордость для нас, что динамическое развитие Архыза встречает поддержку не только гостей курорта, но и отмечается достойными наградами. Расцениваем это как почетный знак на одной из промежуточных точек в масштабном плане развития нашего курорта и не только в горнолыжном направлении, отметили в Министерстве туризма Республики. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите вокальное шоу «Лука. Все вместе». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова